И снова здравствуйте, мои дорогие друзья, любимые подписчики, уважаемые спонсоры. Всех приветствую на канале Турецкие Байки. Сегодня у нас тема будет выигравшая в голосовании наказание для блогера. Тема турецкие свекрови. Тема абсолютно мной нелюбимая, ну по очень многим причинам. Но наконец-то я собралась силами, написала текст, записываю ее. Прежде всего, ну как сказать, надо бы, наверное, дисклеймер поставить. Из-за того, что часть моих подписчиц сами являются невестками, а часть моих подписчиц является свекровями, ну все люди судят по себе в основном и по своему окружению. Поэтому я абсолютно согласна с вашим мнением, что вот так бывает, вот так бывает. Но мне это доказывать не нужно. Вы не зря голосовали за эту тему, чтобы услышать именно мое мнение. Поэтому если у вас есть абсолютно различные мнения от моего, создавайте свои ресурсы и там на публику вещайте. Мы все в равных условиях находимся. То есть сейчас это просто замечательно. Каждый может создать свой ресурс и рассказывать о том, что он хочет рассказать. Из-за того, что эта тема бомбящая, я уже чувствую, что очень много людей в бан улетит. Поэтому я вас предупреждаю. Аккуратнее с выражениями, потому что дальше будут и анонимные истории, и истории о том, как я веру меняла и прочее, прочее. Вы уже на них прокомментировать не сможете, улетев с данной темы. Наиболее активные, которые, ну прямо, знаете, с истероидными чертами характера, которые очень захотят доказать, что я не права. Я вам заранее говорю. Вы правы, вы молодцы. Но, пожалуйста, не нужно у меня в комментариях разводить полаган. Оскорбление, открытая, скрытая, бестапность, выраженный негатив, ну естественно, улетит в бан. Итак, начнем, в общем-то, с этой темы. После этой темы я запущу новое голосование наказания для блогера. Я хочу напомнить, что нельзя судить отдельных людей по национальному признаку. Свекрови и в Африке свекрови не просто так. Все мы женщины. Все мы устроены примерно одинаково. У нас у всех есть определенные гормоны, чтобы женщина правильно функционировала, рожала детей и так далее. Да, есть некоторые анатомические различия, но они настолько, в общем-то, сейчас перемешались в современном мире, что на них, ну нужно где-то обращать внимание, но нет, все-таки. Ну и как бы многие девочки не доказывали мне, другим, что есть адекватные свекрови, к сожалению, они не столь часто встречаются. Все-таки чаще встречаются неадекватные свекрови. Чем дольше я живу на свете, а я, поверьте, далеко не 16-летняя девочка, тем больше в этом убеждаюсь. К сожалению, есть определенные механизмы, включая физиологические, да-да-да, ну те же механизмы старения, в общем-то, закостенения психики, которые, в общем-то, ведут к тому, что когда-то цветущая, разумная женщина превращается в Мегеру свекровь. И даже если она для своих подруг, там, знакомых, она нормальная женщина, в чем я тоже убедилась, то есть для нас есть некоторые знакомые бабушки-одуванчики, а для своих невесток они монстры. Как так получилось, в общем-то? И лишь некоторые избранные женщины, ну, которые остаются в ясном уме, а, кстати говоря, некоторые, которые застряли во времени, тоже могут быть вполне адекватными свекровями. То есть они на ментальном уровне находятся на одном уровне с невесткой. Ну, если только не включается там конкуренция и так далее, тогда они могут быть подругами. Ну, о механизмах немножко позже. Прежде всего, конечно же, байки, как канал у меня называется, турецкие байки. Собственно, байка такая. Жил-был один Мехмет. Жил, не тужил, работяга, ходил на завод, на фабрику работал, ходил в спортзал, у него были накачанные руки. К сожалению, рано облысел. Он встречает красавицу Айше. Так скажем, красавицу, турчанку, положительную со всех сторон, с нормальной семьей. Но у него семья, у самого Мехмеда, неполная была. Он остался, в общем-то, с матерью и со старшим братом. Он у них младше был в семье. И вот мать и старший брат что-то становятся в позицию. Нехорошая Айше. Не женись на ней. Она плохая. Мехмет послушал, послушал, но решил, что для него она важнее, счастье важнее. Это любовь всей его жизни. Жениться на красавице Айше. Они примерно одного уровня. Никаких браков там с большой разницей. Оба работяги. Она работает в магазине, по-моему. Он также продолжает на фабрике. Не делали никакой ночи хны. Сэкономили. Свадьба была скромная. За счет денег, которые откладывал Мехмет. Сами сделали. Никто из родственников не помог. Сами всего добились в дом. Родили трех замечательных деток. Родственники толком не помогали. Золото не подарили. Она идеальная хозяйка. Насколько я ее знаю. То есть я-то люблю чистоту. Но к ней, когда не придешь, все идеально. То есть не сариночки в ковре. Но в самом начале они тоже хлебнули горе из-за свекрови. Свекровь не хотела эту невестку. Турецкую, обычную, нормальную. Они стали жить все вместе. Но только вот старший брат был. Отделился он своей семьей жил. Когда появился первый ребенок, начались, в общем-то, обычные проблемы. Свекровь везде показывала, что она здесь главная. Открывала балкон, когда ребенок бегал. То есть все время Айше нужно было смотреть, чтобы на балкон не выбежал. Курила дома. Да, Мехмед и Айше не курящие. Ну и, друзья мои, естественно, я имена поменяла. Бегала к сыну, жаловалась, что плохо готовит, плохо убирается. Но на вот эти вот, когда мне рассказывали, плохо убирается, плохо готовит, ну, знаете, улыбку вызывает. Потому что Айше идеальная домохозяйка. Так-то все нормально внешне. Особенно, когда мы в гости приходили. Свекровь такая, божий одуванчик. Айше идеальная домохозяйка. Все традиции знает. Ручку целует. Чай с бакловой правильно-то своей свекрови подносит. А та все фыркает. В конечном итоге, когда детей стало больше, не выдержала все это Айше и высказала мужу. Был скандал. Большой. Во всем, естественно, обвинили Айше. И здесь самое главное, что было. Мехмед был самый главный. Он собрал семью, снял квартиру и ушел. Разговаривать со своей свекровью она, конечно же, не хотела. Но Мехмед настоял, что нужно наладить отношения. Все-таки дети и так далее. Типа будет помогать. Иногда, в общем-то, внуков она забирала к себе. Немножко так поиграться и так далее. Немножко на расстоянии наладили отношения. Но так получилось, что им нужно было обратно приехать поближе к школе. И снова свекровь пробивает мысль. Зачем вам снимать жилье? Лучше б живите у меня. Все вместе. Жилье у нее действительно большое было. На всех квартирах хватило и отдельная спальня. И Мехмеду Сайше, и детям. И типа со школы буду помогать. Все. Ну и что? Переехали буквально две недели. И ситуация повторяется. Причем скандалами дикими. Ситуация повторяется. Снова забирает Мехмед своих всех. И уезжает туда же в съемную квартиру, в пригород. Неудобно. На автобусах ездят до школы и так далее. Снова пытаются помириться. Они несколько раз пытались наладить отношения со свекровью. И все время одно и то же. Придирки. Какие-то, ну, мягко говоря, подъебы. Специальный саботаж там всего, что она сделала. В общем, придиралась к ней, как обычно. Неправильно приготовила. Мать тебя не так воспитала. Что еще? Ничему не учила. И все за спиной, опять же, бегала к мужу. Муж уже это все дело просек. В общем-то, не реагировала. Тогда свекровь стала более активным. Конечно, это все, опять же, закончилось скандалом. В этот раз Сайше, в общем-то, решила ответить. Единственный раз она обычно не отвечала. Свекровь бросилась на нее с кулаками. Это все увидел Мехмед. Ну, и последний раз, в общем-то, увез свою семью. С тех пор, как они рассказывают, они не общаются. Да, и Мехмед тоже с матерью не общается. Общается только со старшим братом. Хотя он был против невестки. Но потом, как-то, знаете, поменял мнение, чтобы не расставаться с братом и так далее. В общем-то, у них все сложилось. Здесь возникает вопрос. Турецкая невестка идеальная, на мой взгляд. Вот, все нормальное. Она очень тихая. Я ее лично знаю. Человек мухи не обидит. Но самое интересное, что и свекровь была бабушка, турецкий одуванчик. Свекровь, как с самого начала, была настроена против этой девушки. Так и решение не поменяла. Отравляла жизнь, даже когда появилось трое детей. Ну, и, в общем-то, так это дело закончилось. Здесь это дело сплошь и рядом, я вам скажу. Еще удивительная байка, случай, который тоже я знаю. Из знакомых моей свекрови была так называемая бабушка Айше. Маленькая, хрупкая такая. Ее выдали замуж в 14. У нее свекровь была властная женщина. Но, в общем-то, ее оберегала в некоторые моменты. То есть, муж ее к ней прикоснулся в 17 лет. С тех пор она нарожала до хрена детей. На старости лет почему-то, непонятно почему, все дети на нее забили толком. И она практически осталась одна. То есть, никто ее всерьез не воспринимал никогда. То есть, она могла прийти там, попросить денег, попросить еды, попросить одежду. Потому что зима наступила и нечего одевать. Что она в детстве своем настрадалась. Что она во взрослом состоянии настрадалась. Но даже такая, я даже не знаю. Она лично у меня вызывала только жалость. И казалось бы, и даже если бы она стала моей свекровью, только жалость, только хорошие чувства. Но нет. Каким-то волшебным, удивительным образом она у всех своих невесток вызывала негатив. Как это так получилось? Я понимаю, когда один человек может сходить с ума. Ну, то есть, одна из невесток. Ну, не сдружились они. Но все невестки были плохие. А одна даже ее обозвала Роспу, то есть шлюхой. Да, вот эту вот бабушку обозвала. Она приходила к нам жаловаться. Как же так получилось? Ну, что, можно было не общаться тогда с невестками, раз все такие плохие. Но тогда и сыновья, собственно, лесом идут. Видимо, они сами от нее каким-то образом отказались, потому что помощи она от своих детей не видела. Да, в Турции тоже так бывает, самое интересное. Моя собственная свекровь. Как бы я ни старалась наладить с ней отношения, я поняла одну маленькую вещь. Она заранее-то меня не хотела, вот как в первом случае. И поэтому отношения не могло никак наладиться. Как бы я ни старалась наладить, все ей было мало. И причем я видела метание этого человека. Сейчас, оглядываясь назад, то, что вроде как я хорошая, вроде как многое умею, туда-сюда она избирательно старалась найти во мне плохое. То есть это было видно заметно. Помогала ей в этом ее дочь. Дочь у нее, почему она так меня не взлюбила, она была очень ревнивая. То есть как это так кто-то оттягивает внимание ее матери на себя. Хоть Толику, поймите. Она не терпела это даже к собственному брату. То есть вся любовь матери должна была принадлежать ей. И так в семье это было. То есть достаточно властная там такая девочка, которая не уважала никого. Здесь вот многие говорят об уважении. Это внешнее проявление. Где-то были, но наедине. Она не уважала ни свою мать, до сих пор так вот использует ее. Ни кого-то из взрослых. То есть все пажи, она одна королева. Ну не знаю, не знаю. В жизни где-то, наверное, помогло, не помогло. Характер очень тяжелый. Так вот, моя свекровь билась между этим всем. В конечном итоге, естественно, победила родная дочь. То есть я, в принципе, не могла быть хорошей. Ну и после того, как Мерт потерял работу, а я поддерживала всегда своего мужа и так далее. По мелочам-мелочам все накопилось и выливалось у нас. Знаете, вот конкретно рассказывать всю историю свою я не хочу. Может быть, я и продолжу ее, знаете где? Вот я сейчас перезаливаю видео о нашей истории любви, о нашей свадьбе. Вот после свадьбы все это же было. Вот может быть, продолжить с этого момента стоит. В своей свекрови я очень многое прощала. Например, экономию на мне. Выражено. Я человек, честно скажу, нетребовательный. Я, если нету, например, шампуня, я могу мылом помыться. Если будет какая-то катастрофа, я выживу. Я это точно знаю. Потому что я могу спать в диких условиях. Я могу есть дикое что-то. И, как сказать, никогда не буду такой какой-то требовательной принцессой. Ахать-охать, я буду все делать. Мою свекровь это дико добивало, потому что она не могла вывести меня из равновесия ничем из этих. То есть, лишая меня одного другого третьего, все равно я как бы, ну ничего, прорвемся, ничего страшного. Добило меня не это, я думаю, с моей стороны, а тотальный контроль. И, как говорят руки, харьер майданоз, в каждой бочке затычка. То есть, ее огроменное мнение она вставляла везде, пытаясь пронизить меня. То есть, унизить конкретно на людям там и где. Да, может быть, где-то в тот момент мой турецкий был не лучший. Я просто не могла конкретно ответить. Она этим очень сильно пользовалась. Наша свадьба была собрана, казалось бы, из мусора и палок, знаете, из говна и палок. Потому что она искала все подешевле. С полной уверенностью, что мертв разведется. На самом деле, разводилась ее дочь. Они это скрывают. Типа, она один раз замужем. Нет, 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 ничего такого подобного. Ладно, о свекрови давайте я все-таки видео засниму отдельно. Как нас выгнала была свекровь и так далее. Перейдем к моей заловке. Несмотря на то, что она вся такая турецкая принцесса, строила себя абсолютную королевишну, все-таки муж попался ей более властный, более сильный. И у него родители из деревни. Как бы она от этого не отбрекивалась, ей на Байрамы все равно нужно было бродить. Детей и ехать в деревню. Когда еще был маленький один ребенок, произошел такой случай, который, в общем-то, показал, что какая бы ты ни была королевишна, как бы ты себя высоко не ценила, все равно, как сказать, найдется на тебя своя свекровка. Свекры резали барана. И не помню, то ли свекровь, то ли свекр взяли окровавленную бошку барана. И она шутили с ребенком двухлетним. Тот, естественно, в крик и в шок. Ну, блин, отрезанная башка, блин, окровавленная. Я не знаю, как можно было додуматься до этого. На этом моменте я полностью стою на стороне своей заловки. И, конечно же, она не выдержала моя заловка. Она открыла рот и всем им высказала все, что она о них думает. Муж не встал на ее сторону. Тогда был грандиозный скандал чуть ли не до развода. То есть свекровь начала ее обвинять во всех смертных грехах, что там пошутили, ничего страшного. Ну, шуточки такие, знаете, с окровавленной головой. Интересно, да, что тут такое бывает. Путь до развода. Она переезжала уже чуть ли не к маме с ребенком. Развод, все такое прочее. Все-таки потом муж одумался и решил, что это не очень хорошая шутка была. Хотя тут же дали ей, в общем-то, клей-мош. Что она невоспитанная, что ее мать плохо воспитала. Она не знает, как общаться со старшими. Старших не уважать. Ну, типичный вот такой, вы знаете, пошел. Как она могла вообще что-то сказать поперек свекрам и так далее. И свекровь тут же добавила, что плохо готовит, плохо убирает, плохо там за ее сыном ухаживает, а сын такой самый лучший. Поняли, да? Следующее, что я здесь в Турции встречала. Какие еще байки? Есть девочки, которые, ну, недавно вышли замуж. Так, ну, здесь прожили год, два, три, четыре. Ну, наверное, где-то на четвертом году все-таки все возвращается на круги своя. Они благотворят свою свекровь. Я такой была, да. То есть я не сразу понимала, что как. Я искала лучшее в человеке, всегда выставляла самое лучшее все. Что свекрови могут быть идеальными, хорошими. Ну, они могут быть. Но все-таки в большинстве случаев нет. Вот они сначала говорят, что все хорошо-хорошо, что там деньги свекровь дает. Ну, да, поначалу, да, тоже многие свекрови стараются построить на отношения, а потом что-то щелкает, где-то что-то все равно не нравится, и уже простить не могут друг другу. Находятся камни преткновения, например, на неуважении друг друга. Ну, где-то что-то кому-то показалось, а там еще из этого раздули. Очень большое здесь имеет значение неуважение родителей. То есть с какого вообще ляда, так скажем, например, я имею своих родителей, я их очень люблю, моя, например, свекровь будет их оскорблять, говорить там плохо про мою маму, про мою папу или так далее. То есть у меня это тоже один из камней преткновения. Когда случаются такие моменты, основные разлады идут, вот я знаю человека, и все, с этого момента свекровь как отрезала. Все идет, ну, как по типичному стандартному сценарию, плохой свекрови. Хотя перед этим, в общем-то, девочка свекровь боготворила, говорила, что это вторая мама и так далее. Здесь тоже еще есть, которые говорят, что вот, свекрови хорошие и так далее, а потом что-то не то ляпнут, а свекровь это все в слухи разнесла. Узнает невестка, которая это все дело по секрету рассказала, а потом оказывается, что весь район об этом знает, естественно, отношения рушатся. Поймите, что если бы это, например, была ваша мама, в конечном итоге вы простили бы, но свекровь все равно сторонний человек. Поэтому, когда вот сильный происходит первый разлад, уже помятую бумагу не разгладить. Когда говоришь, в общем-то, о родственниках, с кем-нибудь знакомых или только ознакомишься, спрашивают, типа, о родственнике, о свекрови, рассказываешь, что плохая попалась, даже не нужно объяснять здесь, в Турции. Это так интересно, они так многозначительно, турчанки, да-да-да, здесь бывают. Плохие свекрови головой качают или иногда начинают о своих свекровях рассказывать. Много чего тут интересного бывает, короче говоря. Подставляют на деньги, то есть наговоры, сплетни, злословия, чего тут только нет. Даже вот моя любимая писательница Ляля Бренза, собственно, от которой я взяла название канала, но немножко по-другому переначала, она в одном из рассказов говорит о своей свекрови тепло, хорошо, там, так далее, а потом видно прямо по рассказам, когда наступил разлад, когда она стала Мегерой свекровь, тоже ехидничает в ее сторону, там, поддевает и так далее. То есть даже вроде как отличные были поначалу отношения. Ляля Бренза называет свекровь сердобольной, турецкую свекровь. Потом все равно шел разлад, достаточно сильный и выраженный. Несколько упоминаний о скрытой агрессии различной. Лучшие всегда отзывы о свекровях я здесь слышу по Турции от девочек, которые находятся далеко от свекрови. Но и то, и даже так бывает, что бывают разлады. Вот история с моей заловкой. Вроде как близко не живут, совсем не общаются, а все равно нашли на чем разойтись. Еще от кого идут хорошие отзывы от свекрови, которые, девочки боевые такие есть, но знаете, выраженные экстраверты, и они отвоевали свою территорию. То есть им палец в рот не клади, по локоть откусят. Свекровь об этом знает и предпочитает не трогать. Если она вдруг сплетню распустила, следом девочка пришла и вставила. И в конечном итоге они обе как хюрем улыбаются друг другу, не очень любят друг друга, но обе отзываются о друг друге хорошо. Есть такое. Есть еще здесь вид девочек, которые, ну как сказать, не очень хорошо владеют эмпатией. Чаще это с небольшими такими нарциссическими нотками. Они вообще не понимают кузни в свою сторону. Они вот, если вам саркастически что-то говорят, они воспринимают за чистую монету все. Если плохо сказала, сразу в бой. Если хорошо сказала, значит я королева. Такие девочки беда для многих свекрови, потому что, ну как, напрямую ей не скажешь, что она дура, там плохо готовит, иначе она в бой пойдет. Она тебя, в общем, уделывает. Она сильнее, эта девочка. А иносказательные всякие поддевки, там, сарказмы, эта девочка вообще не понимает. И у них такие вот нормальные, как бы, внешние отношения складываются. Девочка отзывается о свекрови, она хорошая у меня, доброжелательная, вот обо мне хорошо говорит. Свекровь тоже, ну как бы внешне не скажешь, все верно делает невестка, плохо не отзывается, не на чем поймать ее. Тоже у них отличные отношения, если девочка непробиваемая, все с гуся вода. Ну и да, друзья мои, естественно, когда выражаю я свое мнение, я нахожусь не в том возрасте, я нахожусь все еще в возрасте невесток. Может быть позже, если я буду в возрасте свекрови, я буду от подруг выслушивать, какие невестки плохие, там у меня будет немножко другое мнение. Возраст очень имеет значение все-таки, невестка хорошая или свекровь хорошая. О тех свекрови вот сейчас, которых я лично знаю, но невесток не знаю. Что говорят о невестках? Типичное. Все невестки шлюхи, самые распространенные, гуляют, деньги тратят, грязнули, матери ничему не учили, старших не уважают. Ну как в том анекдоте, знаете, женщину спрашивают, ну как там твоя дочь поживает, она же недавно замуж вышла. Она такая, ой, да муж такой хороший, шубу купил, деньги дает, по курортам возит. А сын как твой с невесткой-то поживает, уже сколько лет они вместе. Говорит, а сын плохо поживает. Это змея подколодная, хочет, чтобы ей шубу купили, чтобы ей деньги давали, чтобы по курортам возили. Ну то есть вы меня поняли. Так что, девчата с обеих сторон, не будьте такими. В общем-то, понимаешь, что каждый на себя одеяло тянет, но все равно. Насчет, кстати, наших блогеров. Я еще более-менее откровенно рассказываю свои проблемы, но я знаю многих, которые откровенно не выносят ссоры из избы. У них всегда все лучше всех. Лично знаю, что свекровью цапаются, причем часто цапаются. Но при этом на камеру, ох, это моя самая лучшая, самая хорошая. Еще и других умудряются, кстати, судить. Как минимум знаю трех таких. Причем парочка из них письменные блогеры, которые откровенно лукавят. Здесь, в Турции, свекрови, которые не принимают невесток, полно. Причем это не обязательно иностранки. Просто не применяются. Но потом могут смириться, например, по детям. Здесь же любят, что дети, дети всегда это счастье, внуки и так далее. А некоторые никогда не смиряются. Даже дети есть, дети хорошие, потому что они от моего сына. А вот невестка все равно плохая, все равно говно. Итак, теперь я не слишком плавно, но все-таки перехожу к причинам. Почему все так происходит? Почему адекватные женщины становятся монстрами-мегерами? Самая главная, самая такая вот важная причина. Не все невестки понимают, что выбирая мужа, мы, собственно, ставим его мать перед фактом. И он тоже, выбирая жену, он ставит свою мать перед фактом. Что вот это моя избранница, это твоя как бы теперь дочь, и ты обязана ее любить. И перед невесткой тоже такой факт. Вот у тебя теперь вторая мать, ты должна ее любить. А на самом деле они два сторонних человека. В нашей-то тяжелой жизни друга-то настоящего сложно найти, понимаете, родную душу. А совершенно сторонний и случайный человек, все-таки случайный, несмотря ни на что, очень часто не сходятся. Просто не сходятся разные интересы, разные цели в жизни, разный опыт. Естественно, даже если у свекрови он больше, не факт, что он лучше-то у свекрови. Не всем-то года добавляют разума, многим добавляют маразма. И не просто любить, да еще и уважать нужно этого человека. А если он образованием сильно ниже, но при этом тебя учит? Очень многим нашим девочкам, переехавшим, это тяжело, когда какая-то тетенька из деревни в шальварах, которая, ну, писать, читать-то с трудом умеет, вас с высшим образованием начинает получать. Это тяжело, на самом деле тяжело. Второй момент тоже очень важный, не обязательно из Турции. Если есть еще вдобавок дочь, то свекрови еще сложнее принять вас. Своя девочка всегда роднее, всегда любимее, всегда красивее, всегда умнее и так далее. А тут еще какая-то влезла, она всегда будет хуже. Даже если ваша дочь самая последняя из всех, а невестка лучшая, ну, все равно не сравнится. Все равно дочь лучше. И это очень сильно сказывается, когда внимание уделяется дочери, то есть восхваление. Понимают это свекрови, не понимают это другой момент. То есть они не могут удержаться от похвалы своему ребенку и действительно удерживаются от похвалы чужому ребенку. Не все невестки это нормально переносят и начинают что-то доказывать. Некоторым вот прям нужно одобрение. Мне, например, вообще никогда в моей жизни не нужно было одобрение. Я и так знаю, что я из себя представляю, я и так знаю, где я хорошо делаю, где плохо. У меня слишком большая самокритика. А вот некоторым надо. Ну и когда идет откровенное, несправедливое еще сравнение не в вашу пользу, это по сути скрытая агрессия, да. То есть специально добивают вас, что вы при любых раскладах плохой, а вот этот вот человек, вот эта вот девочка при любых раскладах хорошая. Конечно же, будет негатив. Третий момент, который тоже очень важен и он вообще не связан с Турцией. Вы замечали по знакомым, по друзьям, по социуму, всегда очень часто так бывает, что хороший муж – дурная свекровь. Женщина какая-нибудь властная такая вот, не знаю, третирует собственного мальчика, ребенка, заставляет выполнять все приказы, капризы, там еще что-то. Он в конечном итоге такой вырастает, прислушивающийся к женской стороне. И к жене он своей прислушивается, и ценит, и любит, потому что мать его заставляла. Но при этом все, мать-то у него властная осталась. Вроде как муж хороший, чувствительный такой, заботливый и все такое проще. А свекруха – туши свет. И наоборот, если мягкая, добрая, красивая там женщина, спустя рукава воспитывала своего сына, и он таким стал жестким, потому что больше некому было, например, отец от них ушел. Ну, не знаю, там разные причины, конечно, бывают. И еще что-нибудь. Вот он привык-то по столу. А мать – да-да, сыночка, все-все-все. То есть муж-абьюзер, свекровь обычно мягкая, более-менее хорошая. Ну, это я утрирую все равно. Но очень часто так бывает, что хорошая свекровь вроде как разводится. Я знаю таких подруг. Разводиться-то жалко, чисто из-за свекрови. Вроде хорошая такая, с ней можно и договориться, и там, и не знаю, пивасик попить. И о всем девчачьим поговорить. А муж-то, ну, нехороший. Свекровь, самое главное, соглашается, что он такой нехороший, тебе бы уйти от него, что он твою жизнь так губит. Замечали? Замечали. Еще один интересный факт, связанный с моментами мама-сы. Очень часто есть эти эдиповые комплексы, есть комплексы электрии. Мальчики выбирают по образу и подобию матери, но при этом выбирают так, чтобы негативные стороны не было в их жене. То есть это вроде как мать такая же, властная, например, или что-то в этом духе, но при этом она хорошо к нему относится, так как, например, его мать не могла относиться. А по сути женщины одинаковые, только одна моложе, а другая постарше. Есть такой психологический феномен, когда мы не любим в других свои же недостатки. Мы считаем, что у нас этих недостатков нету, но в других мы просто на дух не переносим их. И вот эти две женщины одинаковые, они смотрят на друг друга и видят свои же недостатки в другом, на дух не переносят просто. Они одинаковые в некотором поведении, хотя они являются матерью и дочерью. У них включается соперничество. За того же сына, да, то в России существуют вот эти комедии, когда мама там чуть ли не в супружеское ложе пытается влезть между ними, лечь и мой мальчик любит такую пижамку. Что в Турции такие же сериалы существуют, все здесь одинаковое в этом смысле. Теперь давайте я вам расскажу чисто турецкое. Первая турецкая особенность это дедовщина. Удивительно, но здесь она есть. Это еще связано с османскими временами, когда невестке запрещалось перед родителями, там не то, что там появляться или что-то высказывать. Вообще говорить иногда и садиться в их присутствии запрещалось. Дедовщина. Мне когда-то это запрещали, надо мной когда-то так издевались. То есть моя свекровь была плохая, вот такая вот. Теперь я оторвусь. Понимают это женщины, не понимают, но очень многие из них именно так и поступают. Иногда вскользь, ну прямо по Зигмуду Фрейду, особенно от моей свекрови, это проскальзывало. Что вот моя свекровь была такая ужасная. Она меня заставляла там намывать беременную меня. Чуть ли не с хлоркой что-то где-то. И вот моя свекровь пытается мне это внушить, что беременная я, не беременная, там обязана я вылизывать каждый день ее дом. И как на самые дальние полки залазить, даже если я вот такая вот вся с животом, с хлоркой, дышать этим всем и вымывать. Я тогда, да ладно, пыль лежит и я полежу. То есть как бы я свое здоровье не собиралась гробить из-за того, что у нее где-то там бзыки психологические. Дедовщину она решила мне устроить. Естественно коса на камень нашего. То есть здесь вот так вот. Если их когда-то гнобили, то есть плохо к ним относились, заставляли там лишнюю работу делать, заставляли там каждый день полы драить, иначе она плохая, а она на это все согласилась. Она искренне считает, что пришло ее время, и она может то же самое проделывать с невесткой. Нашим невесткам это явно не понравится, особенно вот славянским. Они, ну что я, дура что ли этим заниматься? Естественно коса на камень найдет. Некоторые здесь невестки, ну по-разному, потому что люди-то разные. Некоторые, да, плачут, жалуются на свекровь, но все делают. Но мир современный становится, интернета везде полно, и люди понимают, что этим заниматься не обязательно. То есть если вы встретили от своей турецкой свекрови дедовщину, для начала все-таки стоит поговорить. Очень многие женщины начинают понимать вот это, что не обязательно этим заниматься. Не доходит, но не дойдет, к сожалению. Второй момент, чисто турецкий, почему, в общем-то, не сходятся невестки со свекровями, это культура символизма и недосказанности. То есть нельзя напрямую отказывать, нельзя напрямую говорить нет. Улыбка в лицо, подни за спиной. И поэтому напрямую она не может сказать, ну что ты тут дура росилась, там везде пыль лежит. Давай, иди, бери тряпку, вытирай все. Она будет ходить, вздыхать. Ох, как же грязно в нашем доме. Да-да-да, можно сказать грязно. Садись, свекровушка, сериал хороший начался. Она опять будет. Скоро Байрам, через три месяца. Надо бы все прибрать. То есть такие полунамеки делает этот самый. Благословение в лицо, проклятие за спиной. То есть она будет ходить, мужу говорить, вот напрямую, кстати, вот твоя невестка такая, передай ей. А если вы попытаетесь в лицо на очную ставку, я такого не говорила, это он что-то придумал, он же мужик. Могут ходить и бубнить под нос, чтобы вы видели все вот эти вот недовольства. Непербальная агрессия. Я уже рассказывала про скрытую агрессию. Очень часто ее выражают скрыто. Хлопают дверью, кремят посудой наружно. Вот поставил кастрюлю так. Мама, что-то случилось со мной? Не, все замечательно. Она опять что-то вот делает. Или берет тряпку так машинально, растирает грязь грязной водой, грязной тряпкой на тебя так в упор. Смотришь, смотрит, как, например, там, невестка чем-нибудь своим занимается. То есть невестка, по идее, должна бросить все и идти делать то, что она хочет. Да, кстати, вспомнила. У меня были такие моменты в первый приезд, вот, что как это так? Она там сидит, своими делами занимается, а я там посуду мою. То есть я должна была бросить все и идти с ней посуду мыть или стоять рядышком на подхвате. Бросить все дела именно тогда, когда ей удобно. У нас тогда были конфликты на тему, что мне сейчас это неудобно, я потом это сделаю. Я могу сделать все, но только тогда, когда это мне удобно. Это же конфликт, как же так? Она не может бросить все и делать так, как я хочу. Она не может быть моим, собственным, домашним роботом, блин. Так вот, недосказанность. Очень часто, то есть невербальные. Или нарушно какие-нибудь гадости вам делают. То есть вы не доели, там, тарелку вашу убрали. Или убрали куда-нибудь вашу любимую вещь, что вы не можете найти. То есть вот такие вот мелкие подъебы, я бы сказала. Следующее, что чисто турецкое, внегласные женские соревнования. То есть, а вот Айше это испекла, а вот моя дочка вот там лучше всего обед приготовила. А вот я самую вкусную там дома сделала. Ну, а наша невестка так посидит. Ну, ладно, я посижу, покушаю это все. То есть в голову нашим часто не приходит, что надо что-то еще лучше сделать, сварить и удивить. Некоторым приходят в голову, начинают нашу кухню готовить. Например, пытаются удивить салатами. Они не готовы к тому, что наши, даже если оно вкусное, все равно обосрут. Потому что это же соревнования. Даже если вкусно, в жизни не говори, что у нее это вкусно. Понятно, что дочка должна выиграть, а не невестка. Потом что, а вот дочка моя так делает, а вот в соседнем доме даже могу сказать, там у знакомой сын женился на русской, и она там уже фирму открыла, работает. Ну, вот эти вот, знаете, пытаются вас бесконечно сравнить. Опять же, это из серии скрытая агрессия. Некоторые девочки вообще наши не догоняют. Ну, ладно, кто там, я не такая, и все. Некоторых сильно задевает уже. То есть свекровь добивается своего. Ну, и когда бесконечно вас с кем-то сравнивают, бесконечно выставляют вас в худшем свете, в сравнении, ну да, конечно, это действует. Конечно, это будет негатив. Следующий чисто турецкий момент – это сын как кошелек. Здесь очень часто пенсии не кокушные в турецкой среде, особенно если женщина не работала. Денег не хватает, всего хочется. И у сына раньше, например, до свадьбы, до женитьбы его, она тянула деньги. Теперь появилась жена, невестка, ребенок, и денег не столько хватает. Здесь будет агрессия в любом случае. Понимаете, раньше она больше использовала свой кошелек, сейчас меньше. Как бы вы не старались ей угодить, как бы вы не старались там что-то хорошее сделать, стать ее дочерью, сын был кошельком, вы отняли у нее часть доходов, в принципе, не станете хорошими. Здесь многие матери так и воспитывают мужчин по типу, что в будущем ты мне будешь помогать, в принципе. Иногда давят на младших сыновей, чтобы они вообще не женились. Например, только занимались родителями, они рожали под себя. О нем не идет речь, об его счастье, об его продолжении рода. Зачем? Мне старшие дали внуков и так далее, а ты должен мной заниматься, моей старостью. Поэтому, когда у него появляется кто-то, все будет в штыке. Ну и воспитание. Очень многие турецкие мужчины воспитаны так, что бруталы, как маленькие козлята становятся, когда рядышком мама. Мама в любом случае права. Это нужно засекать еще до свадьбы, не дай бог за такого выйти. То есть он никогда не станет на вашу сторону. Вам придется или молча прогладывать все обиды, стараясь его увезти подальше в другой город от родственников, тогда он станет нормальным. Или разводиться никак здесь не получится. Если жена больше денег хочет, чем мать, она, ну как сказать, жадная, меркантильная, что-нибудь в этом духе. И я на последнее место все-таки ставлю религию, культурные различия, как камни преткновения между невесткой и свекровью. Но все турецкая консервативность здесь, конечно, имеет роль. Едя только свою пищу, принимая только свою религию, праздную только свои праздники. Но чаще это консервативные люди. Там, да, очень часто не хотят другую невестку. Все время пытаются ее подмять под себя. Тотальный контроль. Мужу, в общем-то, внушается, что она недостойна доверия. Ни в денежном плане, ни в плане того, что она тебе не изменит. Ни в чем, ни в чем, ни в чем. Там достаточно сложно за консервативного турка выйти, такого патриархального, религиозного замуж. Ну, надо это все до свадьбы просекать. Иначе можно встрять в проблемы. Итак, проблема решения. Решаем проблему свекровь-терение-вестка. Прежде всего, понимаем, что все люди разные. Даже какие бы у меня сейчас не были обиды на мою свекровь, свекровь, я понимаю, что она совершенно другой человек, с совершенно другим менталитетом, с другой системой ценностей. И, как сказать, пусть она будет счастлива, но подальше от меня. Пока вы еще не разобрали, какая у вас свекровь, а это возможно разобрать, поверьте, не в первые два года там жизни с свекровью или замужества. Нужно лет пять, чтобы прошло замужество. Вот тогда вы можете точно сказать, какая у вас свекровь. До этого момента никакой личной информации не делимся. Где-то что-то в семье у вас плохое случилось, не делимся. Об этом все махали, или вся Турция будет знать. Всем растрезвонит. Ни в коем случае до этого момента не жалуемся на сына. Потому что даже у очень хорошей свекрови включается материнский инстинкт и защита. Вы сразу становитесь плохой. Следующее решение. Не позволять себя оговаривать. А чтобы не позволить себя оговаривать, нужно учить турецкий. Слышать, что говорит. У нас, например, самые основные проблемы со свекровью начались, когда я начала понимать турецкий. Не всегда смогла говорить на турецком, но понимать и говорить, что это неправда. То, что она меня оговаривает перед моим мужем. Вот с того момента, да, начались. Когда я расслышала обзывательства, оскорбления в мой адрес, неправду в мой адрес, то есть оговоры, козни вот эти все расслышала, что говорят, тогда, да, я перестала улыбаться и начала атаковать. Потому что, ну, я такой человек. Здесь очень часто бывает, что еще при первом знакомстве, когда не знаете турецкий, а мама мамани не хочет такую невестку, она при невестке же иностранке гадости говорит про нее же. Поэтому турецкий учите хотя бы на минимальном уровне. Следующее. Нельзя позволять пренебрежительное отношение к себе, к своим родственникам, к своему языку, к культуре, особенно перед ребенком. Ребенок, дитя двух культур, поэтому выставлять одну культуру выше другой, ну, вообще, в принципе, неправильно. Все мы люди разные. Но если это делается открыто, то есть мать плохая везде, а вот только отец хороший и бабушка хорошая, и то не с маминой стороны, то да. Так вот, пренебрежительное отношение к себе. Если вы это видите, советую не пытаться доказать, что вы хорошие, что вы хотите общаться и так далее. Но можно парочку раз. Скорее всего, отношение не изменится. Пренебрежительное отношение к своим родственникам. Это вообще нельзя прощать. Я знаю нескольких здесь, в общем-то, девочек, к родителям которых плохо отнеслись откровенно, ну, то есть, негостеприимно. Да, в гостеприимной Турции негостеприимно отнеслись. Почему? Потому что это же невестка, а её уважать не надо, то есть, её родителей не надо уважать. К моим родителям моя свекровь крайне пренебрежительно и неуважительно относилась, особенно к моей маме. Она ей сильно завидовала. У меня мама старше моего отца. Она была толще моей свекрови. Она была старше моей свекрови, но при этом всё, как бы, свекровь ей дико завидовала, потому что родители долго в браке прожили. Несмотря на то, что мама моя достаточно резкая, в суждениях была и всё прочее, её отец ценил. А у свекрови не получилось. И чистая женская ревность на том, что вот, вроде как такая, по её мнению, недостойная женщина, а она замужем, а я такая вся растакая, мадам Брошкина. То есть, на этой моменте она стала скрыто и открыто выражать агрессию к моей маме, высказывания и так далее. Я это дело пресекла сначала у неё. Вижу, что не помогает. Попросила мужа. Муж посчитал, что действительно это неправильно, нельзя выражаться так. Пресёк. После этого ещё один разлад. Достаточно сильный раскол случился, но оскорблять своих родителей я не позволю. И ещё у нас был момент, когда свекровь, в общем-то, бегала вокруг своей драгоценной доченьки, при этом не оказала должного уважения, гостеприимства моему отцу. То же, туда же. Это для меня большие факторы. И вы тоже не позволяете своих любимых родителей оскорблять, унижать и так далее. Решение одно и простое. Живите отдельно, живите далеко. Возможно, мы бы даже с свекровью сохранили кое-какие зыбкие отношения, если бы мы сначала разъехались, но у нас не было материальных возможностей. Чем вы дальше живёте, тем вы лучше. Но никогда не будете лучше, чем дочь, дочери свекрови. Лучше видеться раз в год на Байрам. Причём, если вы далеко живёте, то, да, скорее всего, вы всего на один Байрам поедете, потому что сейчас дорого. А может, и не поедете, по телефону будете общаться. Почему? Потому что билеты дорогие. Пассивная агрессия. Очень много пассивной агрессии. Я о ней уже рассказывала. Ссылочки будут в описании видео. Здесь вот, в правом верхнем углу, на пассивную агрессию тоже отвечаете пассивной агрессии. Отлично работает. И вы остаётесь белой и пушистой. Пересмотрите сериал, не знаю, «Великолепный век», как там Хюрем Султана дёргивала. Поддеть-то всегда можно, если у вас мозги на правильном месте стоят. Я вам очень сильно советую, дорогие невестки, не ломать себя. Смотрите, например, вы добрая, отзывчивая, помогающая. Вы пришли там или проживаете со свекровью. Вы привыкли помогать и добром. Если вас отшивают, если вас негативят, один-два раза попытайтесь, больше не пытайтесь. Вы делали. Хорошо запомните этот случай, когда вы отшили. В следующий раз, когда вам скажут, почему не помогаешь. А вот тогда-то, 13 сентября, я пыталась помочь. Это-это сделать, меня отшили. Больше мне незачем, значит, я не нужна. И каждый раз ссылайтесь на отдельные случаи. Если вы не хотите никаких помоганий и прочее, изобразите из себя неэмпатийную личность, с которой как с гуся вода. Например, там свекровь ворчит, там, ой, грязная невестка лежит. Это вот, ой, да и убраться можно в воскресенье. Тут сериал интересный идет. И все. Знаете, каждый раз, знаете, такие вот отмазки, пусть нелепые и все. Хочет что-то сделать, путь делает сама. Не ломайте себя. Дальше вопросы какие. Очень частые, насчет отношений свекровь-невестка. Стоит ли называть мамой? Мамой стоит называть, но на турецкий манер. Поймите, что мама у вас одна, и вы ее зовете Мама. А здесь мама на турецком Анне. Поэтому привыкните к этому слову. Пусть оно для вас ничего не значит, если вы так принципиальны. И зовите ее Анне. И свекрови будет приятно, и вам невламы. Не произволяйте пренебрежительно относиться к слову мама. К сожалению, здесь в Турции слово мама обозначает корм для маленьких деток. То есть прикормы различные и корм для животных. Поэтому, если у вас ребенок, если ребенок зовет вас мама, а вас турецкие родственники одергивают, типа не мама, а Анне, шлите их грубо. Почему? Потому что это важно. Моя дочь всегда называла меня Мама, но у нее интересный такой переход. Я вам пример приведу такой. Сижу в туалете, нет у меня. Наконец-то скрылась от ребенка. Слышу, Машка идет дыб-дыб-дыб-дыб-дыб. К отцу, к моему мужу. Анне нерде. Он говорит, в туалете. Она такая, мам, мам. То есть с турецкоговорящими она называет меня Анне. Меня со мной везде она называет Мама. И это нормально. Не позволяйте, в общем-то, пренебрежительно относиться к этому слову. Следующий вопрос. Целовать ли ручку? Чем консервативнее семья, тем нужно ручку целовать. Вы все-таки в Турцию, если вы ходите замуж. Особенно если бабушки и так далее не поймут вас. Но очень многим нашим там славянкам, особенно с постсоветского пространства, поцеловать кому-то ручку, это из области фантастики почему-то. Но не обязательно прямо целовать так это. То есть возьмите, берете руку, подбородку сюда и все. Быстро делайте. То есть проблема-то в чем? Поцелуйте свои пальцы. Вот вы держите. Знаете, безвыходных ситуаций не бывает. Даже если вы не хотите целовать. Не целуйте, поцелуйте вот таким способом. То есть я не понимаю вообще. Ой, я никогда никому не целовала и не буду. Уважьте старших. В чем проблема так, Господи? Так, я еще где-то пока собирала материал для этого видео, читала, что надо бегать со свекровью записывать все советы. Ага. Я представляю, когда девушка тут бывает с двумя вышками, высшими образованиями, за какой-нибудь деревенской бегает и записывает за ней советы, как лучше козу подоить. Ой, не смешите мои тапочки, как говорится. Советы лучше запоминать. И знаете, где хорошие советы, они бывают и много. Вставлять их в свою жизнь. И когда свекровь это дело заметит, да, тогда будет положительный эффект. У меня много такого было. То есть где-то вот по мелочи, то есть от свекрови я перенимала все. Я вообще такой человек, я как губка все хорошее отовсюду перенимаю. Не важно, от какого человека. И да, на этом моменте и были похвалы, и гордость, и представление меня соседям там. Да, любят здесь хвастаться, кстати, невестками, что вот такая вот невестка. Все равно это все дело рассыпается на первой же ссоре, если вы с самого начала, в общем-то, недолюбливали друг друга. И если уж не взлюбила, вам нужно бы это узнать с самого начала. Не пытаться стать лучше для нее. У вас есть одна цель. Быть хорошей для своего мужа, любить его, а он должен быть хорошим для вас. Если вы будете каждому из его родственников еще угождать, вы будете, в общем-то, ну, как говорится, не мечи бисера перед свиньями. А уже муж, если он чувствует, что жена самая лучшая, он уже приструнит. Вот как мои первые истории про Мехмета и Айше. Он даже может не разговаривать с родственниками. Поймите, он выберет вас и все. Что еще я бы хотела сказать? Если у вас что-то не сложилось, не навешивайте национальность в отношениях. Вот типа она не хотела русскую, или украинку, или белорусскую не хотела, не хотела иностранку. Если свекровь не хочет никого, она и, в общем-то, турчанку профилонит, будет все плохо. Здесь самая проблема, когда не хотят иностранку, это побазарить не с кем. То есть они хотят приходить к невестке, высказывать ей и так далее. То есть для этого человека очень важно, чтобы человек второй понимал все его капризы, требования и так далее. Поэтому, может, лучше действительно оставить такого мужчину, турчанки там, не знаю. Пусть с его мамашей разбирается, а вы спокойно будете. Я надеюсь, немножко я осветила эту проблему между свекровями и невестками. Если вам повезло, вам досталась отличная, адекватная свекровь, оберегайте ее, любите, как свою вторую маму. Пусть у вас все дальше складывается. Если вам не повезло, ну что ж, вы станете философом. Держитесь от нее подальше, лишний раз не провоцируйте. Но не забывайте отвечать, если вдруг идут в ваш адрес колкости. Такие вещи нужно на корню пресекать. Старайтесь жить как можно дальше. Это единственное решение. Не зависеть от нее, не зависеть от родителей никак. Здесь, кстати, знаете, проблемы теща, зять, гораздо меньше и мало, в общем-то, озвученные. Не знаю почему. Практических нету. Чем свекровь-невестка. В Турции вот такая особенность. Я редко, когда слышу, что прямо жалуются на тещу. Тещи обычно все хорошие здесь. Главное, чтобы зарабатывал, обеспечивал, ручку на байрамы целовал, и ладно. А вот от невестки прям всего хотят и сразу. Ну и на этом я завершу свое видео. Как только смонтирую и опубликую, будет новое голосование. Не выбирайте такие сложные темы. А на этом все. Всем любви, добра и счастья и отличного настроения. Пока-пока.